Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Прозеренко Евгений Владимирович. Я представляю Минкологический научный центр Плохина и Сеченовский университет в городе Москва. Мой доклад посвящен взгляду нейрохирургу на проблемы при лечении больных с метастатическим поражением головного мозга при нейронами. Метастазы головного мозга встречаются у 10-40% всех больных с одними злокачественными опухолями. Метастазы, наверное, занимая третье место, вступая лишь метастазом рака легкого и рака молочных железок, занимая третье место с 10%. У половины пациентов с местно распространенными формами головного мозга обнаруживаются метастазы головного мозга. При этом до 75% случаев при аутофсии выявляется поражение головного мозга у больных меланомы. Уже в 12% случаев после удаления первичной опухоли или перед началом первой линии лекарственной терапии по данным МРТ выявляется метастатическое поражение головного мозга. Таким образом, кандидатами для локального лечения либо хирургия, либо стереотоксическая радиотерапия и радиохирургия являются около трети всех пациентов с меланомы. Если говорить о клинических особенностях, то симптомами метастаза являются 36% больных. Но более часто в клинической картине преавалирует головная боль, пароксизмальная симптоматика, пирамидная недостаточность. Но, конечно, это все зависит от локализации патологического процесса. Как правило, наличие метастаза в головном мозге сопровождается у этих пациентов с поражением моноплотических узлов и висцеральных органов. Как правило, при метастазах головного мозга ухудшение состояния больных и смерти связано с перифокальным отеком, кровоизвлением, развитием масс-эффекта. При этом наличие поражения головного мозга свидетельствует о том, что эти больные часто погибают из-за прогрессирования основного заболевания. А какие же показания к хирургическому лечению? Ну, прежде всего, это размеры метастаза, они составляют, как правило, более 3 сантиметра. Выраженный масс-эффект со смещением срединных структур более 1 сантиметра. Выраженный нефрологический дефицит. Конечно, оптимально, когда у пациента отмечается единичный, а еще лучше солитарный церебральный метастаз или олигометастатическое поражение головного мозга. При этом отсутствует экстракринальное поражение, либо отмечается длительная стабилизация основного процесса и есть резервы таргетной или иммунотерапии. Как опция хирургического лечения можно рассматривать при лечении симптомных метастазов, при наличии коррозляния, масс-эффекта, выраженного неврологического дефицита, а также при расположении функционально важных зонах, при которых низкий функциональный статус обусловлен именно неврологическим дефицитом. Мы отстаиваем позиции данного вида хирургической методики, при котором метастаз удаляется одинным блоком. Что это дает? Это дает возможность визуализации питающих сосудов в перифокальной мозговой ткани, в которой проходят сосуды, как питающую опухоль, так и дренирующую. Это дает возможность надежного гемостаза, а также помогает предотвратить локальные рецидивы, поскольку достаточно большое количество рецидивов развивается из-за микроэмболов в сосудах, питающих метастаз. Обычно забирается мозговая ткань вокруг псевдокапсулы метастаза на глубину до 10 мм, потому что по нашим исследованиям наиболее глубокие очаги инфильтрации располагаются на глубину до 8-9 мм от псевдокапсулы метастаза. Все это приводит к одной цели – профилактике локального рецидивирования. Если взглянуть на картину эры лечения метастазов до применения иммунных препаратов и до использования таргетной терапии, то хирургическое лечение показывало наилучший результат с медианой выживаемости практически до 10 месяцев, противовес, например, химиотерапии с медианой менее 5 месяцев. Хирургическое лечение, конечно, надежно заняло свое место. Так можно убедиться на ряде исследований, что схожие медианой выживаемости после хирургического лечения, которые превышают медиану выживаемости в общей группе, и после хирургии они достигают до 9 месяцев. Если говорить об особенностях, и эти же особенности, наверное, являются отчасти, и проблемами лечения больных с метастазами иммунными, то на первом месте, наверное, стоит указать развитие кровоизлияния из этих метастазов. Они встречаются в 50% случаев. Найболее частым видом кровоизлияния является смешанный вид кровоизлияния, при котором опухоль как имбибированной крови, так и вокруг нее имеется и гематома. Клинический пример. Пациентка без выявленной первичной очага с метастазами в левую молочную железу, подмышечные лимфоизлияния, отмечено прогрессирование заболеваний после удаления метастазов подмышечных лимфоизлах. Отмечается развитие метастазов скороизлияния, пациентка поступила до хирургического лечения, однако через 4 дня после этого, после первого КТ, пациентке развивается повторное кровоизлияние, нарастает масса эффекта, пациентке отмечается угнетение уровня сознания, пациентка оперирована экстренно, произведена блоком удаления метастаза с удалением гематомы вокруг этого очага, КТ на первые сутки после операции. Стоит отметить, что после этого пациентка на фоне проводимой химиотерапии проживал еще 9 месяцев. Собственно говоря, здесь представлена концепция блоков удаления, два очага у одного пациента одномоментно произведения удаления с закатом перифокальной ткани и с опорожнением, предлежащим гематомам, в виде неизменения перифокального ткан, метастазы удалены единым блоком. Часто бывает, что кровоизлияние уже происходит, но в стенках образовавшейся гематомы, которые превращаются в постгеморрагическую кисту, развиваются от севы. Сложность заключается в том, что капсула достаточно хрупкая, но, с другой стороны, эта капсула содержит и опухолевые клетки, что требует полного удаления всех элементов данного опухолевого конгломерата. На первом слайде вы видите опорожнение с помощью иглы, капсулы, вернее, содержимого постгеморрагической кисты. Наспадается, что благоприятствует удаление первого крупного очага, ближайшей ткани, в стенке кисты визуализируется второй, более мелкий узел в этом, и потом он также выделяется единым блоком, и вы видите неизмененную мозговую ткань после удаления двух непостазов. Анализируем причины ранней послеоперационной летальности. Она достаточно высокая в этой группе подсоединенных скоростей, по нашим данным, стреляет около 12%, что, однако, не так высоко по сравнению с другими исследователями. Мы выявили такие особенности, что у умерших больных началось скоростей, однозначно удаленное инфестазо, поперечная дислокация срединых структур была более 1 см до операции, возраст старше 50 лет, индекс корневского до операции менее 10%, то есть достаточно тяжелая группа больных. Эти же больные, больные из этой группы с наличием кровоизлияния, видите, без прогрессивной выживаемости достаточно скромно, составляет всего лишь 2 месяца, медиана общей выживаемости этих больных составила 6 месяцев, что меньше, конечно, чем при других мозговых, однако больше, чем при проведении только химиотерапии. Другая важная проблема, которая все набирает обороты в последнее время, это развитие радионекрозы. Радионекрозы встречаются в 24% случаев, четверти больных после проведения стереотоксической радиохирургии. При этом практически в половине случаев они бывают симптомными. Важной проблемой заключается в том, что одновременная комбинация стереотоксической лучевой терапии с ингибиторами иммунных контрольных точек повышает риск развития радионекрозы. Так вот, при индистазах мионома составляет практически 30%. При радионекрозах, безусловно, эффективны глюкопертикоиды, но учитывая необходимость проведения иммунной терапии по больным с миндостазом миономой более целесообразно рассматривать как опцию лечения невысокие дозы гормонов, а использование биоцезумаба или, что более предпочтительно, хирургического лечения. Хирургическое лечение является, безусловно, золотым стандартом и приводит к контролю за развитием радионекрозы не менее в течение одного года, получает неврологический статус, дает возможность отмен на дексамитазон и позволяет больным эффективно получать дальнейшее лечение. Клинический пример множественной метастазы миономы у молодого человека 20 лет. Пациенту было проведено стереотоксическую лучевую терапию на метастазы в головной мозг. Вы видите, через 3,5 месяца после проведенного лечения отмечается выраженная положительная динамика процесса. Однако, через 9 месяцев после проведения стереотоксической лучевой терапии отмечен рецидивный рост метастазов. Пациенту развилась клиника моторной афазии, элементы сенсорной афазии. Пациенту было предложено хирургическое лечение, был удален метастаз из левой лобной доли и из левой височно-затылочной области, что привело к безусловному улучшению состояния пациента. При морфологическом исследовании отмечались смешанные изменения. Другой клинический пример. Пациентка с метастазом миономы кожи правой голени. Пациентке было проведено стереотоксическая лучевая терапия на мелкий очаг, который появился через 3 месяца после операции. Если посмотреть на динамику через год, то мы диагностировали развитие после лучевого радионекроза, когда очаг изначально был 5 мм, здесь достигает размерами до 4 см эта зона. Пациентке было назначено на первом этапе лечения глюкокортикоидами, радионекроз продолжал расти, пациентке в дальнейшем был назначен пивоцезумаб, и через 2 месяца после его использования вы видите выраженный положительный эффект. При этом сохраняется локальный контроль в области удаленного метастаза в левой лобной доле. Следующая важная проблема – развитие локальных рецидивов. Стоит учитывать, что при метастазах различных локализаций в целом количество рецидивов составляет около 15%, это по данным самых передовых клиник, занимающихся этой проблемой. По нашим данным, при лечении группы пациентов смелономы блоков удаления приводят к развитию рецидивов в приблизительно 12% случаев, фрагментирование приводит к развитию рецидивов в половине случаев. Конечно, фрагментирование стоит рассматривать как некую абортивную методику, когда невозможно проведение блока в удалении метастаза. Что касается развития электромингиального прогрессирования, то прежде всего эта проблема рассматривается тогда, когда у пациента есть поражение локализующиеся в задней черепной ямке, особенно опухоли больших размеров, тесно прилегающие к твердой мозговой облочке, особенно к наметам ножичка. Здесь важно учитывать такой факт, что при блоковом удалении метастаза из задней черепной ямки процент рецидив сопоставим с тайковым при удалении супрапентериальных метастазов. Однако при удалении фрагментирования практически в три раза повышается риск развития электромингиального метастазирования, что важно учитывать при планировании до операции. На данном клиническом примере нужно посмотреть несколько особенностей течения меланомы. У пациента изначально был диагностирован рак носоглотки по данным цитологического исследования и мультифакальное поражение головного мозга с развитием кровоиздевания. Такая неоднородная и нетипичная картина позволила заподозрить наличие сосудистой мальформации. Пациенту даже проводилась ангиография, прямая церебральная ангиография. При которой, однако, не было выявлено наличие мальформации. А при повторной биопсии и медагистохимическом исследовании образования носоглотки была выявлена меланома. Пациенту было проведено удаление крупного метастаза с кровоизлиянием из правой водной доли головного мозга. Здесь через три месяца после операции вы видите наличие локального контроля. Пациенту было проведено облучение мелких метастазов с помощью стереотоксической лучевой терапии. Однако, через три месяца после операции у пациента отмечен пока еще локальный канцероматоз. Учитывая наличие имитации бираф, пациенту проводилась антибирафтерапия. Сначала в менорежиме, потом был добавлен некий ингибитор. Однако, несмотря на это, через 10 месяцев после хирургического лечения у пациента отмечено распространение по оболочкам метастатического процесса, при этом стоит отметить, что первичная опухоль у пациента регрессировала. К сожалению, пациент умер в течение года после проведенного оперативного вмешательства. Анализируя факторы прогноза, стоит указать, что удаление солитарно-церебряного метастаза является, конечно, фактором длительной выживательности. Фактором лучшего прогноза являются единичные метастазы, отсутствие метастазов по другим органам, особенно легочных метастазов, наличие лечения за хирургическим вмешательством, такой как терапия ингибиторами контрольных точек и проведение стереотоксической радиохирургии, если это требуется наличием других метастазов. Фактором лучшего прогноза является высокий уровень белка СТ, ЛБГ, множественные метастазы в головном мозге, метастазы, располагающиеся в задней черепной ямке, возраст старше 10-5 лет. Что касается РПА третьего класса и выраженного неврологического дефицита, то в ряде случаев их удается улучшить благодаря проводимой данной методике. Собственно говоря, это хорошо видно на данном слайде. Наши данные, которые показывают непосредственно динамику неврологических нарушений после операции. Мы видим, что регресс частичный или полный неврологического дефицита отмечается у 80% оперированных больных. А улучшение функционального состояния отмечается у 50% больных. Чем это важно для нас? Тем, что это позволяет пациентам рассчитывать на дальнейшее лечение. И здесь пути улучшения результатов лечения можно разделить по двум путям. Первый – это добавление локальных методов лечения к хирургии, таких как серотоксическая радиохирургия, что, с одной стороны, позволяет подлиться и улучшению общей выживаемости и увеличению локального контроля. И второй момент – это контроль системного заболевания, при котором используется не только хирургия, но и такие лекарственные препараты, как ингибиторы иммунных контрольных точек, антибираж, антимек препараты, что также сказывается на улучшение общей выживаемости. Презентацию выключите. Таким образом, лечение этих больных требует мультидисциплинарного подхода, а хирургический метод лечения должен рассматриваться как плацдарм для дальнейшего системного и локального лечения. Спасибо за внимание.